И так шекспировские тексты написаны на современном английском языке на раннем этапе его функционирования и существования. Их отличает несомненное понимание человеческой психологии, умение рассказать о чувствах и мыслях, и героев, и самого автора. Владение языком безупречное, и шекспировские тексты явно стоят того, чтобы их читать и их понимать. Однако в ряде случаев, как я уже сказал, тексты оказываются непонятны. Если они не связаны с какими-то историческими событиями, мы можем просто сделать над собой усилия и попытаться проинтерпретировать эти произведения чисто в эмоциональном, психологическом плане, как это можно сделать с анетами. В других случаях, как я пытался показать на материале Гамлета, все-таки нужно знание более обширного контекста. Однако что мешает исследователям обратиться к этому контексту и быстро объяснить, о чем писал Шекспир? Зачем нужно писать такое огромное количество книг? Возможно, авторы обсуждают малозначимые детали, отвлекаются, создают некую видимость научной деятельности. А в Шекспире на самом-то деле все понятно, если мы просто чуть-чуть расширим свое представление о эпохе, в которой жил и творил Шекспир. На самом деле все совсем не так просто. Мы знаем о Шекспире достаточно много по сравнению с тем, что вообще известно о людях, живших в XVI-XVII веке. Жанр биографии как таковой в то время отсутствовал. Единственный человек, чья биография была написана при жизни и вскоре после смерти в эпоху Шекспира, этим человеком была королева Елизавета. Все остальные современники Елизаветы, если и получили когда-то свои биографии в написанном виде, случилось это намного позже, после их смерти уже. Поэтому то, что известно о Шекспире, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы знаем о Пушкине, например, Байроне и других авторах XIX века. И наше стандартное представление о том, что мы должны знать о гениях, таково, что если достаточного материала не набирается, мы начинаем сомневаться. Либо этот гений вообще не был автором приписываемых ему текстов. В случае с Шекспиром возникает полемика на эту тему с середины XIX века, которая длится до сих пор. До сих пор публикуются книги, в которых предполагается, например, что граф Оксфорд был автором шекспировских произведений. Ну и масса других исследований на ту же тему. Обсуждаются возможные кандидаты на авторство. И, естественно, никаких внятных, однозначных выводов сделать на эту тему нельзя, потому что строятся эти теории просто на догадках. Отсутствует один фундаментальный аспект, который мог бы доказать правильность всех этих сомнений. Никто никогда при жизни Шекспира в авторстве не сомневался. Много есть еще других моментов, опровергающих антистратфордианские теории. Я остановлюсь на них позже. Но уже наличие этих теорий показывает, что знания о Шекспире все-таки недостаточно. Есть желание их расширить, есть способы их расширить. Но вот эта попытка ухода от проблемы с помощью подстановки другого автора и дальше изобретения детективного сюжета, связанного с тем, почему Шекспир все-таки значится как автор произведений, а на самом деле автор был другим человеком. Эта уловка популярна, но, к большому сожалению, никаких нормальных результатов дать не может. Именно такой подход. Существуют другие варианты обращения с общим литературным контекстом в связи с интерпретацией шекспировских произведений. Вот эта книга «A Will to Believe. Shakespeare and Religion» издана в Оксфорде, Oxford University Press, 2014 год, автор Дэвид Скотт Кэстон. Здесь делается попытка все-таки уйти от более широкого контекста и сосредоточиться, собственно, на пьесах. То есть все-таки превалирует пустолат о том, что можно про автора ничего особо не знать, потому что его взгляды на религию ясно не выражены. Религия — это центральный контекст и конфликт Елизаветинской эпохи и последующего правления короля Якова. Жизнь Шекспира проходила в правлении этих двух монархов. Поскольку взгляды Шекспира не очень понятны, в пьесах они внятно не выражены, в историческом плане о Шекспире сказать что-либо сложно. Собственно, конфликт между католиками и протестантами, по утверждению автора, вовсе не имел национального масштаба. Поэтому давайте отвлечемся от широкого контекста и попытаемся Шекспира понять как такового, на уровне текстов. К сожалению, этот подход работает в связи с сонетами и совершенно не правомерен в связи с огромной частью шекспировских произведений. Другие варианты. Берется более-менее известная канва жизни Шекспира и дальше начинаются экзотические догадки и толкования, сходные антистартвардианскими теориями, но при этом не отрицающие авторство Шекспира. Здесь, наоборот, эпоха берется в широком контексте, описывается противостояние католиков-протестантов, описываются шпионские страсти, реально в эпоху Елизаветы и Якова представленные. И вдруг делается утверждение о том, что Шекспир, как и его современник-драматур Кристофер Марла, был правительственным агентом, выходцем из католической семьи, который в какой-то момент переметнулся на сторону правительства и доносил протестантам на своих единоверцев. Это первый аспект, который на самом деле не получает доказательства и подтверждения в этой книге. А второй аспект, что в результате Шекспир не умер своей смертью, а был убит его коллегой, современником, также драматургом Беном Джонсоном, о котором известно, что вроде бы действительно он посетил Шекспира за несколько дней до его смерти. Автор Саймон Эндрю Стерлинг, название книги «Кто убил Уильяма Шекспира?» «Кто убил Уильяма Шекспира?» «Кто убил Уильяма Шекспира?» Убийца, мотивы, средства. На мой взгляд, идея неубедительна, ровно потому же, почему неубедительна книге «Антистратфорденц». Дело в том, что никто никогда не сомневался в авторстве Шекспира, никто никогда не говорил о том, что Шекспир был убит. И все реконструкции, предложенные автором, никак не базируются на реальном материале. WH — инициалы предполагаемого доносчика, который, возможно, и принадлежал к ближайшему окружению Шекспира, мистер WH фигурирует в посвящении шекспировских сонетов. Значит, Шекспир и был этим мистером WH, Уильямом Холлом, который оказался доносчиком, провокатором и своих единоверцев подставлял, способствовал их тюремному заключению, вплоть до казни. Интересно в детективном плане это читать. Много фактов малоизвестных относительно шекспировской биографии привлечено, но базовый постулат ложен. И книг в конечном итоге оставляет такое тягостное впечатление в итоге. Если не знать общего исторического контекста, можно в это поверить, как поверишь нашим авторам, тому же Гелилову или зарубежным авторам, отрицающим авторство Шекспира. Здесь можно поверить в то, что он был убит и что он был доносчиком, но базовый постулат ничем не подкрепляется, и поэтому реконструкция, собственно, реконструкциями и остается. Однако тот факт, что эти реконструкции вообще появляются, свидетельствует о том, что информация о Шекспире все-таки недостаточна. И недостаточность этой информации действительно делается очевидной, если мы обратимся к непреложным фактам, известным о Шекспире. Известно о нем только то, что он родился в 1564 году, предположительно 23 апреля, мы точно не знаем, сохранилась только запись о крещении Шекспира 26 апреля 1564 года в церкви у родного города Стратфорда на Эвоне. Обычно крещение проходило где-то на третий день после рождения ребенка. Отсюда появляется гипотетическая дата 23 апреля, которая совпадает с датой смерти. 23 апреля 1616 года, это уже точно, именно 23-го Шекспир умер, потому что об этом осталась запись в церковной книге, опять-таки, Стратфорда, в церкви, где он был пхар. Родился Шекспир в шестой год правления королевы Елизаветы. Родителями его были преуспевающий купец, предприниматель Джон Шекспир и жена Джона, мэри, урожденная Арден. Джон Шекспир вскоре станет мэром Стратфорда и вполне естественно, что 7-летний Уильям, когда наступит пора, пойдет в школу, грамматическую школу, так называемую, «Грамма-скул» своего родного города Стратфорда на Эвоне. Поскольку записи о функционировании школы за это время, список учеников не сохранился, антистратфордианцы, отрицающие авторство Шекспира, говорили о том, что он даже и среднего образования не получил. Однако очень трудно себе представить, чтобы мэр Стратфорда, который имел возможность бесплатно обучать своего сына в школе, вдруг уготовил бы ему судьбу неграмотного свинопаса или пастушка. Так что уж хотя бы здесь сомневаться не будем. Шекспир предположительно до 14 лет обучался в своем родном городе, в грамматической школе. И затем о нем точно известно, что в 1582 году он женится на Энн Хэссуэй, своей более-менее соседке, также жившей в районе Стратфорда. Шекспиру в этот момент 18 лет, а Энн Хэссуэй — 26. Разрешение на брак получено в конце ноября 1582 года, и где-то через 6 месяцев рождается старший дуэт Шекспира Сюзанна. Таким образом, уже в состоянии беременности выходила замуж 26-летняя Энн Хэссуэй за 18-летнего Шекспира, и этим объясняется некоторая спешка и некоторые сложности в оформлении документов, которые наблюдаются. В 1583 году рождается Сюзанна, в 1585 году рождаются близнецы у Шекспира по церковным книгам Джудес и Хэмнет, Юдив и Гамнет. Был много дискуссий по поводу того, как же на самом деле звали сына Шекспира, учитывая наличие пьесы Гамлет. Крестными родителями выступали соседи Шекспира, его друзья, у близнецов. Хэмлет и Джудис Сэдла, Гамлет и Юдив Сэдлер, Джудит. Поэтому есть основания думать, что все-таки при вписывании имени мальчика в церковные книги была допущена ошибка и, скорее всего, вызывали Гамлет, что, в принципе, не очень существенно. Итак, 1585 год, Шекспиру 21 год, 27-й год правления Елизаветы идет, и дальше наступают так называемые потерянные годы. Точных свидетельств, где упоминалось бы, что Уильям Шекспир купил что-нибудь, выступил где-нибудь, написал что-нибудь, за эти годы нет. В 1593 году только опубликована будет его поэма «Венера и Адонис», пространный текст, посвященный графу Саутгентону. На следующий год этому же аристократу будет посвящена опубликованная следующая поэма Шекспира «Похищение Лукреции». С этого момента Шекспир регулярно упоминается и в связи с постановками пьес, и в связи с изданием его произведений или произведений ему приписываемых, в разных контекстах, связанных с бизнесом, и далее уже идет непрерывный поток информации. До 1613 года Шекспир успешно функционирует в Лондоне в качестве драматурга, сначала в труппе лорда Каммергера, и затем после смерти Елизаветы, когда к власти приходит ее родственник, шотландский король Яков VI, ставший Яковом Первым английским. Труппа лорда Каммергера становится труппой короля, и Шекспир сотрудничает с этой труппой где-то до 1613 года, когда будет написана его последняя пьеса или пьеса ему приписываемая, Генрих VIII. Нет полной уверенности у шекспироведов, что действительно Шекспир был единоличным автором этой пьесы. Через три года Шекспир умрет в своем родном городе Стратфорде на Эвоне, 23 апреля 1616 года, составив перед этим, естественно, завещание, и похоронен он будет в церкви своего родного города. Вот этот набор информации в принципе уникален для драматурга 16-17 века. В такой степени подробности мало чья биография известна. Но опять-таки, если мы сравним Шекспира с Пушкиным и с Байроном, мы увидим, что знаем мы достаточно мало и хочется восстановить, хочется реконструировать то, что у Шекспира известно. И отсюда возникает подход либо чисто детективный, либо другой подход, в рамках которого отбрасываются все исторические факты и делается попытка интерпретировать шекспировские произведения вне исторического контекста. И, кроме того, возникают и курьезные достаточно ситуации, когда, не вдумываясь ни в контекст, ни в биографию, ни в сами пьесы, авторы, критики, начинают говорить о несовершенстве Шекспира. Ярким примером такого подхода является наш национальный классик Лев Николаевич Толстой, который отрицал и высокое качество языка в произведениях Шекспира и издевался над содержательными нестыковками в его пьесах, как он их себе представлял. Да, Толстой, возможно, погорячился, но объективные проблемы, связанные со свойствами текстов Шекспира, он заметил. Кстати говоря, не он единственный будет Шекспира критиковать. И Вольтер будет критиковать Шекспира, но уже не за сложность языка, а наоборот за то, что слишком много он в свои произведения вводит простых персонажей, разного рода деревенщины, фигурируют в текстах Шекспира. И это неправильно. Шекспир должен был писать, по мнению Вольтера, в соответствии с канонами французскими, классицистическими, возникшими лет через сто после смерти Шекспира, нужно было писать так, как учил Буало и как считал сам Вольтер. Единство времени, место и действия и многие другие. Канонические правила должны были Шекспиром соблюдаться, а раз они не соблюдались, он оказывается таким диким и нуждающимся в разного рода очищении и редактировании гений. Дальше возникают другие курьезные варианты интерпретации Шекспира, связанные и с оценками различных его произведений. Кто-то, например, сетует на то, что Шекспир вообще написал сонеты, лучше бы он их не писал, из-за проблем, связанных с посвящением. И получается, своего рода вавилонское столпотворение. Кто-то говорит, что не Шекспир был автором, кто-то готов только на текстах сосредоточиться, кто-то готов из текстов что-то выбросить, кто-то сомневается вообще в гениальности Шекспира. Разнообразие подходов свидетельствует о сложности материала и о необходимости какой-то более или менее разумный путь в изучении Шекспира разработать. Гамлет без исторического контекста непонятен. Титандроник непонятен. Феникс и Голубь непонятен. Король Лир, Макбет, Отелло. Все это непонятно, откуда такой трагический пафос. Почему вдруг Шекспир так упорно обращается к истории 15 века, более ранним этапам английской истории, но почему так много будет написано про воины Алой-Белой Розы, наряду с трагедиями, которые не имеют никакой реальной исторической основы в современной Шекспиру жизни или в жизни Англии незадолго до его рождения. Откуда такой вдруг синтез истории и чистой выдумки. все эти проблемы нужно как-то решать и решать их можно но аккуратно. Желательно понять, что действительно о Шекспире известно точно. Для этого существует обширный справочный материал. Это исключительно тщательно написаны два тома профессором Эдмондом Чемберсом. Они опубликованы в 1930 году. И на эти материалы, несмотря на то, что так давно они были опубликованы, можно опираться, если мы ищем каких-то непреложных свидетельств. Существует масса биографий Шекспира, неважно они изданы в последнее время или более ранние тексты. Естественно, я опираюсь не только на то, что здесь на столе у нас лежит. Просто вот это примеры биографических изданий, последних, весьма тщательных. Есть книги, посвященные отдельным аспектам биографии Шекспира. Есть попытки какой-то новый взгляд предложить на его произведение. и здесь важно как-то все-таки не увлекаться. Смотреть на то, чтобы реконструкции были убедительными, чтобы они не были основаны на чистой фантазии. Если мы чего-то не знаем собственно о Шекспире, насколько это можно соотнести с более точными знаниями о современниках, о его коллегах, предложить какой-то вариант реконструкции, который более убедителен, чем чисто фантазийные идеи об убийстве Шекспира, о доносительстве, о том, кто является автором, кто автором не является. В связи со стилем Шекспира, с организацией текста, что написано им, а что не им написано, также существует очень обширная литература. Это вопрос о возможном соавторстве, это вопрос о том, был ли Шекспир гением, который начал писать очень поздно, ведь именно из-за того, что в 1593 году выходит первая поэма Шекспира, когда ему 29 лет, возникают версии о том, что до этого он, как Илья Муромец, сидел на печке, и лишь вот в этом достаточно почтенном возрасте вдруг начал писать шедевры. Как-то этот вопрос желательно понять в связи с вопросом, например, об эволюции стиля и в связи с теми историческими свидетельствами, которые у нас есть, где непрямо, но достаточно явно упомянут Уильям Шекспир из Стратфорда. И когда эти факты соотносятся с более обширной литературой, связанной с эпохой, с религиозными конфликтами того времени, центральными для Елизаветинской Англии, вот тогда возникает какой-то более внятный взгляд на Шекспира, возможность понять, что он написал. И именно этот подход я постараюсь использовать в ходе наших лекций. Знание эпохи необходимо, многое известно точно на основе архивных документов, на основе просто записях в казначействе, дипломатической переписке и королевских архивов, и то, что случайно сохранилось в собраниях английских семей, аристократов, не обязательно или людей более простого происхождения, то, что сохранилось в семейных архивах и лет через 200 после смерти Шекспира было обнаружено. Все эти материалы в той или иной мере доступны. Доступна прекрасная литература по эпохе Шекспира, связанная с религиозными конфликтами, с деятельностью ордена иезуитов, с которыми, видимо, Шекспир и его окружение были связаны. И когда всю эту литературу, конечно, критически, а не подряд, тем более, что книги противоречат друг другу, тут нужно выбирать какую-то точку зрения. Когда эту литературу изучаешь, складывается какое-то общее представление об эпохе, и вот именно это общее представление об эпохе, о творчестве Шекспира, о природе его гениальности, я попытаюсь свое представление такого рода, максимально объективированное, насколько это возможно, передать в ходе нашего лекционного курса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok